Один к одному, только в масштабе один к тридцати пяти. Более двадцати танков, за каждым из которых своя история, разместились на музейных полках. От легкого, устаревшего уже к началу Великой Отечественной войны Т-26 до тяжелых КВ и ИСов. Благодаря выставке можно не просто проследить историю училища. Перед глазами открывается история развития военной техники, полностью раскрыть которую помогают герои-танкисты, уроженцы Ульяновской земли. В ряду героев-танкистов-ульяновцев особое место занимает генерал-лейтенант Василий Михайлович Баданов, который первым из советских офицеров получил орден Суворова второй степени. В ходе Сталинградской битвы 24-й танковый корпус под его командованием совершил 300-километровый марш-бросок в тыл противника, для того чтобы уничтожить основной немецкий аэродром у станицы Тацинская. В итоге пять дней танкисты вели бой в окружении, после чего было принято решение о прорыве к своим. Училище – это не только военная техника. Кители, погоны, исторические документы и фотографии. По ним с помощью экскурсоводов можно с легкостью перенестись в любой год в истории учебного заведения. Первые показы на моей памяти – это китель курсанта танковых училищ 1930-х годов. Это, естественно, китель майора погибшего на территории, как я полагаю, Афганистана, потому что он не указан. И много-много, на самом деле, очень других интересных материалов, в том числе, безусловно, архивные очень интересные фотографии. Свою лепту в формировании выставки внесли и сотрудники архива новейшей истории, благодаря которым посетители могут познакомиться, например, с историей появления в районе Парка Победы памятника воинам-танкистам. Этот проект попал к нам в архив вместе с комплексом документов в 2010 году. И самое интересное, он попал в комплексе с воспоминаниями о том, как все это делалось, как создавался сам памятник, какие были проекты, и почему тому человеку, который руководил этим процессом, Зигмунту Адамевичу Вингловскому, пришлось получать специальность стропольщика. Несмотря на всю свою прославленную историю, последний, 141-й выпуск в Ульяновском танковом училище состоялся в 1991 году. После его расформирования здесь разместилось Ульяновское и Суворовское военное училище. Но это, как говорится, совсем другая история. Владимир Гаврилов, Станислав Морозов, репортер 73.